Добрый день! С вами снова живой, здравомыслящий, откровенный и прямой Давид Жвания. Усаживайтесь поудобнее. Ну, те, кто смотрит меня в стенах Верховной Рады, не отвлекайтесь от просиживания штанов. Я уже подробно знаю все, кто кому и как втайне пересылает видосики. Тоже мне секретные физики. Итак, сегодня поговорим о третьей сестре Беларуси. Я на прошлой неделе в своем развернутом интервью, можете найти его на Украина.ру, сказал несколько слов о президенте Лукашенко. Я ожидал вопрос о нем, но меня немного смутило сравнение с Януковичем. Я все-таки не стал бы сравнивать, хотя и через призму тех беспорядков, которые были там. Итак, сегодня же мы, как Украина, в тренде, ну, так сказать, граница с сестрой на замке, с той стороны. Ситуация, я вам скажу, критическая и безвыходная. Самое интересное, что я предполагал такое действие и предупрежал об этом. Но самое страшное еще дальше. Я вижу, как границы вокруг Украины закрываются по всему периметру. А это уже даже не звоночек, это удары головой в рельсу. Вернемся к вопросу об Александре Григорьевиче. Кто бы там что про него не говорил и какие истории о нем не придумывал, вы просто не были в его шкуре, даже близко, ни на миг. Все-таки в масштабах истории это уже не просто фигура, а системообразующий геополитический фактор. Лукашенко это человек, который формирует конкретную политическую и историческую реальность. Вопрос был такой, который мне задавали. Были беспорядки, почему Лукашенко удалось избежать судьбы Януковича? Если честно, я бы даже никогда такой вопрос и не сформулировал бы. Но раз его задают так, ну, значит, вероятно, люди, аудитория видят ответ именно в таком разрезе. Попытаюсь ответить вам, причем с весьма неожиданным выводом. Мистическая причина. Все-таки, как вы любите. Во время интервью Лукашенко и Гордона Дмитрий передал секретные тайные знания и пирамидку. Лукашенко это и спасло. Ну, это шутка, конечно. Отсутствие такого системного олигархата. Вот причина, в чем, естественно, как в Украине. Несложная работа спецслужб Запада. По сути, все воры-недры в каждой стране, как я уже говорил, работают на сбыт краденого через западные спецслужбы. Но как Лукашенко построил работу у себя, делает местных олигархов абсолютно беззубыми и тем более неинтересными западным посредникам. Поэтому падальщикам нечем было поживиться, а страдать за зарплату с угрозой того, что тебя выбьют зубы и порвут очко, мало кто хочет. Нежные пошли нынче диверсанты. Баронавирус. Он серьезно ударил по работе агентов и тем более переброски сил и стран в страну. Ведь все эти мятежи это запланированные заранее действия политических диверсий. Они бюджетируются, люди учатся, ездят делать перевороты, как на работу. Потом отдыхают, берут отпуска. Но вся эта пандемическая история вышла сильно из-под контроля и откровенно попортила очень многие планы. Расчет никто не брал, а если и брал, то расчет оказался ошибочным. Еще раз повторю, ситуации во время пандемии могут быть разными, но когда, к примеру, у какого-нибудь разведчика болеет мама или ребенок, дальше можно не продолжать. Сложно работать, когда голова думает о другом. Обстоятельства и факты. Четвертое. Есть такие моменты в жизни, называйте это фатальность, карма, как угодно. Когда личность созидает, она притягивает к себе одни обстоятельства. Когда же не личность бухает и чудит, то и ситуация вокруг соответствующая. Факторы все без исключения были на стороне Лукашенко. Значит, на его стороне правда и кто прав, тот и сильнее. Вот есть у тебя деньги, и что, купишь меня? Я считаю, что сила в правде. Кто прав, тот и сильнее. Поддержка Владимира Владимировича Путина – это пятый пункт. Я этот фактор ставлю в конце, потому что с него можно было начинать и просто больше уже ничего не говорить. Но тогда мы бы не раскрыли личность Лукашенко. Впрочем, тут вы же понимаете, что без доверия и без уважения никогда бы Путин так не взялся бы его поддерживать. А бы кого он, конечно, не поддерживает. Стержень. Характер Лукашенко и его стержень. Был бы он бескребетный, не было бы Лукашенко. Но земля его таким родила и страна воспитала. Лидеры войн. И тут вопрос, как можно его сравнить с Януковичем. Ну вот просто по каким критериям. Разве что рост, вес, размах крыльев и все. Сравнение Майданов. Если сравнить Майдан Украины и Майдан Белоруссии, то нужны одинаковые условия. А их точно не было. И вспомнить подоблек и причины уже нет сил и желания отнимать ваше время. Калибры личности. Теперь о реальном. Масштаб личности в истории. Скажем так, Януковича как личности на 40 миллионов украинцев не хватило. Лукашенко хватило с запасом. Это одно. Но это не означает совсем, обращая ваше внимание, что Януковича не хватило бы и на 12 миллионов белорусов. Но то, что Лукашенко точно с головой хватит и на 12 миллионов своих, и еще на оставшиеся 35 миллионов наших, это точно абсолютно. Поэтому сразу забегая вперед, скажу свой ответ на часто задаваемый вопрос. Кто будущий кандидат к президенту Украины? Это Лукашенко. И не кандидат, а единственный вариант. Точка. Пиес. И, кстати, обратите внимание, что даже не спросили меня о Протасевича. Для тех, кто недавно подписался, рекомендую вам видео из моего плейлиста, где я описываю ситуацию, в которой поясняют, что США и Европа готовят передачу агента после звонка Байдена Путину. Возможно, вам это будет интересно. Посмотрите на это под новым углом.